Реальный броук За ними наблюдаешь, они же когда тренируются, они молодые и азартные такие. И они вот, когда, вот они включаются полностью, такие они собранные как бы. И вот наблюдая за ними, мне нравится, как они играют. Она и сама спортсменка, занималась лыжами и легкой атлетикой, за плечами победы на соревнованиях. Хотела стать учителем физкультуры и даже закончила институт, но почти всю жизнь проработала бухгалтером. Сейчас Галине 65, она все такая же легкая на подъем. На пенсии сидеть без дела не смогла. Пошла работать уборщицей в спорткомплекс. Так и увлеклась футболом. Я работаю здесь и как-то волей-неволей начинаешь смотреть и оно как бы включается сразу же. Как-то спортивное все это. И вроде непроизвольно начинаешь сам как бы играть. И где-то смотришь, он со стороны-то виднее. И думаешь, ага, в этот момент я бы, может, так сделала, так вот сделала. Там начинаешь, давай, там еще, ну, ну, давай. Человек проникся нашей командой, да, то есть проникся вот этой вот атмосферой. Тем более человек из того поколения, когда действительно футбол это была основа нашей жизни, да, все происходило на стадионе. То есть всегда происходило на стадионе. Это сейчас все в мониторе. А тогда это было на стадионе. И весь город собирался. То есть она просто, как можно сказать, еще раз подтверждает то, что футбол это спорт номер один в России и в мире. Она очень добрый человек, очень приятный и с виду, и внутри видно сразу по человеку. Нас подбадривает очень перед играми. Проходим имя нее всегда какой-то заряд эмоций. И, конечно, она ведет нас вперед. О том, что стала звездой интернета, главная фанатка Броуков узнала от съемочной группы ОТВ. Но и на этом сюрпризы не закончились. Для вас просто как? Для самого честного, искреннего фаната. Такой подарочек. Спасибо большое, что болеете за Броуков. На данный момент Броуки не потерпели ни одного поражения на групповом этапе Медиалиги. Одинцовские футболисты уверены, в этом есть заслуга и тети Гали. Поэтому теперь она их талисман. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов. Телекомпания Одинцова.